рина что сейчас представляет собой то направление в ашане которые за которые вы отвечаете скажем так что изменилось там за последний год например я отвечаю за направление которое называется в ашане свежие продукты собственное производство а это значит это и фрукты и овощи и кулинария и пекарня и мясо и птица и рыба и собственный мясоперерабатывающий завод который у нас располагается в тамбове ну и поскольку это фреш и производство точнее ультра фреш и производство то у нас случается всегда что-то и каждый день на что-то изменяется понятно что в ситуации этого года менялась все менялась очень быстро мы теряли импорт во фрове находили новые источники импорта меняли ассортимент в рыбе потому что было мало источников поступления сырья в россии улучшали ситуацию в готовой еде потому что перестраивали ассортиментную матрицу под изменяющийся спрос у нас всегда кажется у нас всегда что-то меняется вот вы упомянули готовую еду перестраивали матрицу под меняющийся спрос а как меняется спрос чего теперь хотят покупатели знаете наверное есть хорошая новость покупатели по прежнему хотят свежие вкусное и здоровое а еще главное легко приготавливаемые блюда к счастью последний кризис не сказался на желании покупателей готовой еды продолжать ее покупать потому что по прежнему огромное количество работающих женщин которые хотят вкусно кормить свои семьи большое количество студентов которые хотят на бегу съесть что-то вкусненькое полезненькое до сих пор люди следуют принципам зоши и есть веганы поэтому вопрос наверное не в том что кардинально изменилась ассортиментная матрица скорее мы больше работали над тем чтобы найти ответы на потребности наших покупателей во всех ценовых сегментах чтобы для людей у тех которые по той или иной причине оказалось меньше денег была возможность продолжать покупать готовую еду и чтобы для людей у которых по-прежнему стабильное финансовое положение мы могли предлагать качественную еду и в любом случае это должна быть свежая интересная еда но эта категория же у вас наверняка развивается растет может быть какими-то цифрами можете поделиться каких-то в процентных соотношениях или может порядка трех процентов в год у нас растет я не буду говорить сейчас о товарообороте потому что очевидно что он растет двузначной цифрой но здесь больш велика доля влияния инфляция этого года поэтому наверное некорректно сейчас смотреть просто на рост товарооборота он крайне серьезный важнее что растут клиенты и растут порядка трех процентов растет количество позиции артикулов чеки это тоже очень важно что это говорит о том что сегмент развивается и люди про всю категорию про еду про еду про еду готовы абсолютно точно про еду а также что очень важно растет процент проникновения или пенетрация то есть вес сегмента внутри даже такого большого агломерации товаров как гипермаркет повышается это говорит только об одном что несмотря на текущий кризис интерес покупателей к сегменту готовой еды продолжает расти у вас ориентация больше на что на какие-то семейные упаковки на футу на это гол на какие-то развесные вот на что вы сейчас больше направлены скажем так вот направление мы же ашан их нас есть разные форматы и поэтому к сожалению или к счастью мы не можем себе позволить быть направлены только на одно направление давайте так мы работаем для всех видов употребления то есть ready to cook ready to hit ready to eat мы готовим мы работаем с кафе in store внутри гипермаркетов и шан мы работаем с едой из кафе на входе в больших торговых центрах которые by the way то есть все направления мы с ними работаем поэтому мы также развиваем интернет продажи готовой еды поэтому для нас очень важно разные покупатели в разных форматах магазинах разные покупатели поэтому и с упаковкой мы тоже работаем разными то есть у нас на одной полке в гипермаркете есть упаковка и для того чтобы взял и съел то есть условные 180 200 грамм и конечно семейная упаковка потому что очевидно что в формат гипермаркет люди приходят за тем чтобы купить еды на неделю поэтому мы работаем с разными видами блюд с разными сроками годности с разными типами упаковки и с разным весом упаковки вы упомянули уже в списке проблем которые пришлось решать это весной замену импортных поставщиков там поиск новых вот новых путей доставки как я понимаю логистические плечи меняется сейчас все кто скажем по каким-то либо причинам пропал нашлись замена им нашлась либо еще с чем-то нужно работать и это пока нескончаемый процесс это нескончаемый процесс и это не связано с кризисом весны этого года потому что рынок готовой еды он в процессе становления нет четко выделенных лидеров к счастью имеющиеся лидеры все живы здоровы и дай бог им процветания поэтому большинство из них решили проблемы с поставками ингредиентов блюд и у нас стабилизировались поставки ну например спаржи до готовой еде которая не российского происхождения была сейчас нашли пути как ее все-таки получать сырье это и все-таки наверное достаточный пул поставщиков у нас для того чтобы продолжать развивать этот сегмент вы еще помянули ваш завод мясной который вы уже несколько лет продвигаете развиваете вам сейчас хватает объемов этого завода для своей для потребностей своей сети более чем более чем да ваши покупатели знают что это ваша продукция как-то это акцентирует на это внимание мы мы акцентируем причем все больше и больше потому что спасибо большое что вы помните что мы его продвигаем уже несколько лет потому что мы изначально выбрали философию что самое лучшее мясо мы производим в тамбове поэтому наши покупатели же тоже об этом знают там не только мясо там же ready to cook блюдо до маринады и колбаски и так далее большой ассортиментом порядка 300 скаем и производим поскольку мы за натуральность мы адепты натурального настоящего качественного полной прозрачностью действительно от от корма животного до готового блюда то мы не теряем покупателей мы не теряем продажи несмотря на кризис продажи начинают продолжают расти и мы продолжаем придерживаться нашей философии здорового продукта и настоящего и честного продукта ну то есть получается от эта стратегия она себя оправдала то что вы рассказать что ваш продукт чтобы за ним следить поле до пол очевидно и даже на рынке готовой еды там традиционно называемый кулинарии скажем по старому называем кулинарии мы тоже будем продвигать активно и развивать наш стм и будем развивать программу фильеров которые мы тоже развиваем уже много лет то есть это полная прозрачность для нас и для нашего покупателя производителя четкое следование стандартам высоким стандартам качества и мы считаем что это принципиально важно потому что покупатель должен доверять и не просто доверять покупатель должен быть уверенным в том продукте который он покупает на нашей полке вы сказали будем развивать из тем то есть так запуску готовится сейчас или у нас есть стм но мы считаем что доля товаров под нашим стм должна расти а есть уже наметки в какую сторону какие продукты появятся какие категории мы над этим активно работаем и в ультра фреш стм будет появляться практически во всех категориях но раньше не секрет что раньше в ашане не было стм например во фруктах и овощах сейчас уже есть и начали мы с тяжелой категории это срезанная зелень сейчас у нас прекрасное предложение под нашим стм в готовой еде у нас уже есть стм и мы будем продолжать причем будем продолжать во всех ценовых сегментах и как известно у нас три три вида стм три птички вас три птички спасибо большое это низкий ценовой сегмент средний высокий и мы намерены развивать все три ценовых сегментов мы не отказываемся несмотря на кризис несмотря на перераспределение спроса мы считаем что все-таки любая категория покупателей с любым кошельком должна найти у нас свой товар а насколько я знаю вот здесь на сессии в которой вы присутствовали одним из вопросов был вопрос списания продукции вот с этим вызовом как вы боретесь что вам помогает какие технологии может быть используете вы знаете мы давно с этим вызовом работаем не первый год но понимаете для нас это действительно вызов потому что конечно как любая сеть мы заинтересованы в улучшении нашей маржинальности следовательно снижение списаний но при этом мы понимаем что в ультрафрэш и как квинтэссенция ультрафрэша готовой еде свежесть это наше все поэтому уже давным-давно ваша не работает такая программа как гарантия свежести мы очень бдительно за этим следим и все таки все таки свежесть на первом месте списание для нас важны мы с ними работаем через оптимизацию системы заказов и через бесконечную оптимизацию ассортиментной матрицы но не в угоду свежесть ну и уже конечно обозначен так если еще раз коротко и тезисно фокусы на ближайшее время я понимаю что сейчас сложно строить декид дальние прогнозы учитывая вот эту вот ситуацию по крайней мере до вас несколько человек так постереглись но все-таки может быть чем-то поделитесь ну конечно сложно давать прогнозы и как все до меня тоже постерегусь потому что мир меняется каждый день но все-таки мы будем продолжать быть адептами свежести мы будем продолжать развивать категорию готовая еда причем в двух направлениях и полка самообслуживания и так называемая витрина с ложкой мы будем продолжать развивать коллаборации с фабриками кухнями производителями готовой еды мы будем развивать стм а также программу фильеры мы будем давать зеленый свет продолжать локальным производителем и мы все-таки настаиваем что покупатели с любым кошельком должны находить свой товар значит мы будем продолжать работать с тремя ценовыми сегментами и давать согласно нашей коммерческой политики лучшее ценовое предложение в каждом из сегментов я думаю что новая ситуация для нас вызов в том плане что мы должны еще больше и еще чаще и еще активнее пересматривать ассортиментную матрицу для того чтобы ощутить не только понимать но и ощущать желание своих покупателей и чтобы делать нашу полку не только нашу полку ведь наша полка это и полка нашего покупателя и полка производителя делайте более эффективной вот это то чем мы будем заниматься вы упомянулись коллаборации с фабриками кухнями то есть в этот процесс на аутсорс как-то отдаете это сложный процесс потому что мы делаем микс что-то мы продолжаем готовить сами что-то для полки самообслуживания по нашей рецептуре готовят фабрики кухни и что-то для наших внутренних производств готовой еды в гипермаркетах в качестве полуфабриката предподготавливают тоже фабрики кухни принципиально что это делается по нашему тех заданий и по нашей рецептуре у нас есть свой су-шеф и бренд-шеф которые занимаются разработкой рецептуры у нас есть технологии в штате собственные поэтому такая достаточно интересная для нас тема мы с ней работаем уже более двух лет и будем обязательно продолжать то есть перспективе хотелось бы все им отдать пусть они готовят по вашей технологии либо это все-таки в помощь вам конечно вы хотелось и конечно это невозможно потому что есть блюда которые вкусные тогда когда их приготовили здесь и сейчас и поэтому мы будем все-таки искать некий микс когда это это скорее нам в помощь спасибо удачи вам в этих ночах спасибо вам